Да будет благословение Господа на вас и вашей семье. Я молюсь за вас и хочу прочитать вам отрывок из Библии, чтобы вас вдохновить. Мы сегодня отправимся в пустыню вместе с пророком Иезекиилем. Он пошел с народом Израиля в изгнание. Бог перенес его в пустынное место. И, пожалуйста, послушайте и следуйте за мною. За книгой Иезекииля, 37 главой. И начнем мы с первого стиха. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей. И обвел меня кругом около них. И вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне, сын человеческий, оживут ли кости сии? И сказал я, Господи Боже, Ты знаешь это? И сказал мне, из реки пророчества на кости сии, и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сии. Вот, я введу дух в вас и оживете. И обложу вас жилами, и выращу на вас плод, и покрою вас кожей. И введу в вас дух и оживете, и узнаете, что я Господь. Я изрек пророчества, как повелено было мне. И когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движения стали сближаться к кости, кость с костью своею. И видел я. И вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне, из реки пророчества духу, из реки пророчества сын человеческий, и скажи духу, так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. Я изрек пророчества, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили и стали на ноги свои, весьма великое полчищем. Вот этот текст, какая невероятная история. Мне в этом тексте нравится то, что Иезекииль не выбирал сам оказаться на кладбище, в поле полном множества сухих костей. Никто не хотел бы оказаться в подобном месте. Отрывок начинается с необычных слов «рука Господа была на мне, и он перенес меня в это место». Возможно, вы находитесь в подобной ситуации. Вы этого не выбирали, но вас окружают сухие кости. Это место дышит смертью, а не жизнью, поражением, а не победой, разорением, а не созиданием. Возможно, вы оказались в месте малоприятном для жизни, и вам не нравится там находиться. И все же вы там, потому что рука Бога на вашей жизни. Мне нравится в пророке Иезекииле то, что он знает своего Бога лично, он видел славу Божию, он слышит голос Божий, и он находится в общении с Богом. В тексте мы видим, что Бог зажег сердце пророка. Он спросил, как думаешь, оживут ли кости сии? И безусловно, Иезекииле верил в Бога невозможного, Бога безнадежных случаев. Но он сказал, «Господи, ты знаешь, а я вот не знаю». Он был честен, он не претендует на победу и успех во всех ситуациях. Он говорит, «Господи, ты знаешь все». И здесь я хотел бы указать на один важный принцип. Бог проявляет инициативу и говорит пророку, «Так говори, пророчествуй». Что означает говорить или передавать то, что сказал человеку Бог? В первую очередь нужно получить слово от Бога. Если ваша ситуация кажется безнадежным случаем, когда ничего не работает, кругом смерть, движения нет, то вам сначала нужно получить слово от Господа. А Господь просто сказал, «Обратись к этим сухим костям, обратись к этой проблеме, проговори к ней от моего лица. Мое слово в твоих устах будет действовать силой». Слово Божие, принятое сердцем, открытым и послушным Господу, под помазанием Святого Духа, будет иметь очень мощный результат. Результат будет потрясающим. Вот что произойдет. Истинна Бога через уста пророка провозглашена над ужасными реалиями. Этот образ во многом соответствует сегодняшней ситуации. Истину Божью нужно ставить выше земной реальности. Невидимая реальность, Слово Божьего, должна быть помещена над реалиями, которые нас обескураживают, которые созданы грехом и злом в этом мире, и оттуда что-то начнет расти, двигаться и меняться, нарастут жилы и плоть, и появится что-то новое, новая чувствительность, новая сила и энергия. Все придет в движение, потому что вы сказали Слово, которое получили от Бога. Друзья мои, если вы верите, вы увидите Славу Божию, так что не сомневайтесь. Верьте в то, что Бог сказал вам делать. И в этом послушании Бог почтит вашу веру и смирение. Тут текст нам говорит еще кое-что, но духа не было в них. Кости сошлись вместе, обросли плотью, кожей, стали людьми, но в них по-прежнему не было никакой жизни. Была только видимость этой жизни. Сегодня мы видим вокруг видимость жизни. Мы делаем пластиковые цветы, так похожие на настоящие, что их даже можно спутать, но они ведь не живые. Жизнь заключается в энергии роста, развитии и размножении. Жизнь — это не какая-то там видимость. Не смотрите на внешнее. Проект Бога не заканчивается на этом. Он продолжается. И Зикиль обратился к Богу, вернулся к источнику, который дает дыхание жизни. Он получил новое помазание Духа Святого и сказал сам в Духе от четырех ветров, «Приди к нам, Дух, и они оживут». И жизнь придет в вашу ситуацию. Обязательно. Дальше следует второй этап. Звучит он так. Вернуться к Богу после того, как вы получили часть ответа. Возможно, ваша ситуация сложная, катастрофическая, безнадежный случай, как это поле сухих костей. Но Бог придет силой воскресения, силой жизни, которая буквально вольется туда, где никакие человеческие планы и усилия не могли сделать ничего, Он может вдохнуть жизнь туда, где ее нет. Верьте, что жизнь может прийти туда, где ее нет, потому что Господь — это Бог жизни. Ну а в продолжении текста Бог говорит просто необычайные вещи. Он говорит об Израиле. Но мы можем сегодня применить эти слова и к себе, даже более, чем можем. Я бы сказал, должны. Он говорит так. «Израиль, я выведу вас из могил и дам вам жизнь». И вот люди стоят, живые, целые и невредимые, и даже собрались, как одна большая армия. Это означает, что они нашли свое призвание, свою миссию и правильный путь и направление. Бог желает, чтобы вы нашли свой путь силой жизни Святого Духа, и тогда вы признаете, что Господь есть сильный Бог. Бог вдохновлял Иезекииля. Его рука была на нем. Пророк говорил слово от Бога, вдохновленный духом жизни. И тот же самый Бог сегодня приходит на помощь к вам, чтобы вы могли найти выход в безвыходной, казалось бы, ситуации. Запомните, Он Бог безнадежных случаев. Но разве Пророк мог хотя бы заподозрить или предположить такое невиданное ранее зрелище, что Бог оживит не просто мертвого человека, а кости, а ведь на них должны быть жилы, плоть, мышцы, кожи. Но Богу возможно все. Это ваш Бог, так вызовите же к Нему. Когда мы закончим, молитесь, призывайте Его имя с верой, и увидите, что-то произойдет. Благословений вам. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин